10 февраля ровно в 8 часов утра на территории Одинцовского района из Венигорода открылось 34 счетных участка в шести округах. Все очень похоже на обычные выборы, только масштаб поменьше. Значение подобных праймерис чрезвычайно велико. Глава района Андрей Иванов голосовал в горках вторых. У нас сегодня запущена процедура и идет голосование праймерис, внутрепартийный праймерис Единой России. Сегодня мы вместе с активными жителями нашего района, с членами партии Единой России, со сторонниками выбираем кандидатов, которые будут участвовать на выборах в апреле в Совет депутатов будущего уже объединенного городского округа. Процедура важная. Мы даем возможность всем жителям без исключения проявить свою гражданскую позицию, выбрать тех депутатов, которые будут достойно представлять ту или иную территорию. К 12 часам на участках для голосования побывало уже 5000 человек. Явка для таких предвыборов весьма хорошая. На территории культурно-спортивного центра «Мечта» голосует первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина и председатель Московского областного регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» космонавт Максим Сураев. За мной как раз списки кандидатов, единороссов. Многих из них вы знаете. Это люди стояли у становления нашего района. В целом сделали очень много для того, чтобы мы гордились нашим районом. И поэтому я как раз думаю, что большинство из этого списка – это очень уважаемые люди. Само преобразование Одинцовского района в городской округ единороссы оценивают очень положительно. У этой реформы практически нет минусов. Когда район преобразуется в городской округ, соответственно, меньше, так скажем, управленцев, большая эффективность. Депутат Государственной думы Оксана Пушкина отметила, что будет внимательно следить за ходом преобразования. Мы пробуем и самое главное мы отслеживаем, как будут меняться наши экономические условия при новом образовании. Поэтому я буду внимательно наблюдать. В течение дня активность голосующих только увеличивалась. В праймерис приняло участие много известных людей, которым не безразлична судьба нашего муниципалитета. Новая структура управления территорией, она несет несравненно много плюсов и преимуществ. И дает возможность более, скажем так, централизованно и с помощью новых технологий принимать решения по развитию нашей территории. В горках десятых на участке для голосования побывала глава Совета по правам человека Московской области Марина Юденич. Она назвала главное качество для любого будущего депутата городского округа. Прежде всего он должен быть кандидатом от народа. Он должен чаяния нести в Совет людей, которые его выбрали. Это главная его функция. Все остальное, его политическая ориентация, его личные отношения к тем или иным политическим деятелям не имеет значения. От того, каким в итоге окажется состав Совета депутатов городского округа Одинцова, во многом, если не во всем, зависит качество жизни людей в муниципалитете. У нас есть возможность выбрать будущее для наших детей. Поэтому, конечно, я сегодня тоже пришла, сделала свой выбор. И я надеюсь, что это будет правильный выбор. В 20.00 участки для голосования закрылись. Участие в праймерис приняло около 15 тысяч человек. В будущем Совете округа будет 40 депутатов. По 5 от каждого из 6 избирательных округов, а также 10 от политических партий.